Местами у нас сегодня уже заходил разговор о том, можно ли верить России, каковы истинные цели российской политики. И вот я сейчас хотел бы подключить к разговору находящегося в Москве известного российского политолога, политтехнолога по совместительству галериста Марата Гельмана, которого хорошо знают в Украине. Марат Александрович, слышите нас? Добрый вечер. Да, да, слышу, можно просто Марат. Марат, значит, смотрите, позвали вас в связи с вашим недавним рассказом про вашу встречу и вашу беседу с Владимиром Лукиным, одним из советников, сотрудников президента России. Он уже, по-моему, не омбудсмен больше, не представитель президента по правам человека, но, как говорится, в кремлевских кругах остался. Это многие, многие, наверное... Извините, я просто хочу напомнить, многие читали, наверное, этот материал в украинском журнале «Новое время», этот журнал, который, по сути дела, там, наследует корреспонденту, команда бывшего, старого корреспондента, во главе с Виталием Сычом, простите, делает этот журнал. Очень интересный материал. Вот скажите, вы, так честно, положа руку на сердце, вы подставили господину Лукина, рассказав этот доверительный разговор, или он вам все это рассказывал, рассчитывая на то, что вы озвучите это через прессу? То есть, с его стороны, это был, как говорится, сознательный слиз. Ну, нет, это была случайная встреча, и она была, там, в присутствии нашего общего товарища, руководителя российского мемориала. Вот. И я просто, под конец разговора, так немножко удивился какой-то метаморфозе, которая с самим Лукиным произошла. Вот. И, ну, огорчился даже немножко. Вот. Так что, скорее, да, наверное, я его как-то... Суть того, что он вам сказал. Что было самое, на ваш взгляд, важное, Марат? Ну, вот, для себя я понял, вот, как бы, ну, все-таки я, значит, живу в России, гражданин России, вот, для себя я понял, что те вещи, которые нас волнуют, например, что президент России нарушает Конституцию, что он там пускает наши войска в Украину без всяких, как бы, ну, без объявления войны, что их это вообще не волнует, что они, если раньше они жили в такой геополитической реальности, то есть, вот, там, интересы Америки, там, интересы Европы, значит, НАТО, то теперь они живут, как бы, в исторической реальности. Они, он мне говорил о том, когда я говорил, что, ну, вот, как же, как же так, там, сегодня для российского обывателя нет, как бы, худших, чем украинцы, то есть, вы, как бы, разрываете связи между народами, и как вы собираетесь потом восстановить их, он мне так сказал легко. Марат, ну, что такое, смотри, англичане с французами сто лет воевали, то есть, они находятся в такой, то есть, они уже творцы истории, им уже не только наша внутренняя политика, не только наша внутренняя экономика, как бы, не интересует, они, значит, творят вот эту историю. Ну, хорошо, а что Лукин вам сказал про цель? Вот какая цель? Чего хочет Путин, чего хочет Россия? Ну, скажем, не Россия, а Москва, Кремль, режим, который находится власти. Вы знаете, я там очень точно все описал, я даже не знаю, да, я даже не знаю, что можно добавить. А вы повторите, потому что просто многие не читали, и это простительно. Ну, первая, первая позиция была такая, что никакая ДНР, никакая ЛНР Путину не нужны. Более того, не дай бог, случилось бы отделение этих территорий от Украины, это бы Путин считал для себя поражением, потому что тогда я полностью проиграл Украину, которая, естественно, сразу же становится таким очевидно, ну, как бы, враждебной страной. Евгений, мы должны сообщать режиссеры, что у нас есть связь с жительницей оккупированного города, Светланой из Первомайска. Давайте с ней поговорим. Давайте закончим. Она вышла с нами на связь на три минуты, у нее разряжен телефон, давайте поймем. Извините, у нас здесь форс-мажор, мы вернемся. Это человечество звонка, мы ждали последние два часа. Это Светлана из города Первомайска. Поговорите со Светлана. Светлана, здравствуйте, вы нас слышите? Добрый вечер. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что делать обычным мирным украинцам из города Первомайска, Луганской области, которые вот уже второй месяц, а именно 45-й день, находятся под ордойами, так называемой ЛНР, предыдущей городе Гвардии, которая стоит в обороне соседней попастья и других подчинках. Первомайска уже разрушена более чем на 90%, и люди второй месяц лежат в подвалах. Что же им делать? Когда же все это прекратится наконец-то? Светлана, у меня к вам такой вот простой житейский вопрос. Как вы выживаете? У вас, ну, извините, хотя бы поесть есть что? Я уже молчу о свете и других благах цивилизации. Ну, понятно, электричества нет, как я уже говорю, 45-й день, хотя где-то на окраинах поселках есть, воды нет, глаз нет, абсолютно ничего не работает, нет хлеба. И вызывают люди только, ну, у нас есть частный сектор, и просто люди друг с другом делятся. Те, которые в подвалах сидят или в убежищах городских, им кушать практически нечего. То есть они надеются на вот такую взаимополночь своих же, ну, жителей своего же города. Светочка, спасибо вам, спасибо вам огромное. Мы очень за вас переживаем, очень за вас волнуемся. Держитесь, пожалуйста. Извините, что мы прервали этот разговор с Маратом. Вот просто после такой истории, как можно думать о вечном? Нет, о вечном никто не собирается думать. У меня к Марату очень конкретный вопрос. Мы можем, так сказать, опять переключить на студию, которая у нас на связи из Москвы, в которой у нас на связи из Москвы Марат Гельман. Все-таки вот конкретное, что хочет Путин, что хочет кремлевский нынешний режим? Какова его цель? И зачем ему это примирение, прекращение огня и нынешние переговоры? Вот я сначала изложу то, что говорил Лукин, а потом, может быть, прокомментирую свое понимание, зачем. Да, пожалуйста. Второе, он говорил, да, что войска ввели российские ровно в той мере, чтобы Порошенко понял, что он никогда не сможет получить военную победу. И что он должен не, как бы, садиться за стол с переговорами, вот с теми людьми, которые есть. Вот он их называет террористами, он говорит, что они никто, вот с ними именно надо садиться за переговоры. И в этом смысле можно считать, что он своей задачей добился. Дальше, если говорить о целях, то цели две, значит, это не вступление в НАТО и то, что Лукин назвал синхронной европеизацией. То есть, мы тоже хотим Европу на самом деле, и никакого другого альтернативного пути у России нету, но мы хотим это делать вместе. А сама по себе, значит, ЕС не, как бы, не волнует. Ну, хорошо, а Ваш комментарий ко всему этому? Ну, мне кажется, что для Путина успех Украины – это тотальное поражение. Потому что если люди, которые жили достаточно долго в одном государстве, где, в общем-то, похож менталитет, и есть большая общая история, если эти люди в двух разных государствах, одни добиваются каких-то успехов, допустим, с помощью Евросоюза, а другие попадают, ну, как бы, в прошлое, в 19 век, что происходит с Россией, то для всех граждан России Украина предстанет таким зеркалом, как могло бы быть в России, если бы не было, условно говоря, вот этой путинской власти. То есть для него вообще само существование и какая-то позитивная, хорошие новости из Украины, для него это плохие новости. Ну, хорошо, а вот нынешнее прекращение огня, которое объявлено, оно, судя по всему, не очень соблюдается. Ну, на Ваш взгляд, это что, поражение, победа, тактический шаг со стороны Порошенко? Ну, нынешнее, ну... Как Вы это сами видите из Москвы? Нет, я считаю, что Порошенко, это не поражение, конечно, потому что вот в ситуации, особенно в предвыборной ситуации, он нашел силы, и люди, ну, не умирают, да? Так что ни в коем случае я бы не рассматривал это как поражение, тем более, что если бы Вы наблюдали, как истерят сейчас сторонники вот этой Новороссии, или там русской весны, как они говорят, что все, конец, все пропало, значит, надо начинать с Кремля, как бы строить Новороссию, то есть сначала... То есть у Вас ощущение, что они не рады? Они просто, ну, просто реально истерят, то есть это реальная истерика, и она направлена против Путина больше, чем даже против Порошенко. Я думаю, что вот то экономическое лобби, которое существует и которое оформилось за последний, может быть, месяц-полтора в Кремле, оно объяснило Путину, как медленно, но не очень медленно, а там через год, через полтора, как экономические санкции повлияют на нашу экономику. Ну, как говорится, Марат, Вашими устами бы да мед пить. Извините, сейчас у нас спутник, как говорится, может оборваться. Мне бы не хотелось, чтобы, знаете, в любую минуту Вы просто пропали с экрана. Спасибо Вам большое. Марат Гельман был на связи из Москвы. Спасибо, что пригласили прийти к нам.